всем привет на канале old dutchman сегодня я еду домой с работы показываю вам опять дорогу если кто еще не видел посмотрите погода более-менее нормально хотя нам после обеда обещали дождь если кто-то спросит отчеты постоянно едешь и показываешь нам одну и же дорогу так ребята я еду блин с работы домой или с дому на работу и пока у меня есть время есть желание есть интерес я снимаю видео и естественно показываю вам ландшафт может быть что-то будет новое фиг его знает вот сегодня хотел затронуть парочку вопросов первый вопрос это по поводу комментариев на канале опять же обращаюсь абсолютно ко всем пожалуйста уважайте оппонентов уважайте мнение других ведите себя культурно старайтесь не обзываться не грубить не писать не цезурные выражения потому что все эти комментарии уходят в спам сегодня утром я отправил одного человека в бан потому что ну не соответствует требованиям и правилам канала все . теперь второй вопрос касательно вот этого миграционного вопроса миграционной политики в стране в германии в частности у меня уже на канале есть целый ряд видео относящихся именно к вот этой вот теме и я хотел бы сегодня внести некоторую ясность в этот вопрос потому что многие комментаторы пишут и спрашивают а почему не депортируют вот этих вот людей которые устраивают всякие бесчинства устраивают беспорядки в стране куда смотрит правительство так вот давайте сейчас по порядку куда смотрит правительство и смотрит ли она вообще в германии как в любой развитой стране существует закон миграционный закон в переводе на русский на общепринятый язык закон о разрешении иностранным гражданам пребывать в стране краткосрочно или долгосрочно по тем или иным причинам будь то беженцы политические беженцы беженцы от войны или допустим сотрудники каких-то фирм которые приезжают сюда по контракту они все подпадают под действие этого закона есть в этом законе один такой интересный параграф и вот на этом параграфе я хотел бы заострить ваше внимание сорок восьмой параграф закона о миграции в стране в этом параграфе в двух словах значит для того чтобы компетентные органы приняли положительные от положительные решения по вопросу человека просящего убежище политическое убежище в стране этот сорок восьмой параграф разрешает этим компетентным органам будь то полиция или какие-то секретные службы проводить расследование используя абсолютно все технические и средства и оргтехнику то есть конкретно можно допустим проверять всю информацию на сотовом телефоне можно проверять все его интернет-хранилище вот это вот клауд и так далее чтобы узнать действительно ли этот человек тот за кого он себя выдает допустим приехал к примеру какой-то гражданин из албании называет себя мустафа ибрагимович хотя на самом деле он не мустафа ибрагимович а не знаю иван кузнецов например приехавший в албанию или несколько лет назад и вот как раз в этот параграф в этот сорок восьмой параграф закона о миграции и пребывании иностранных граждан в стране упирается очень многое опять таки наше правительство немецкое с одной стороны в лице федерального канцлера олафа шольца и главы партии социал-демократов фридриха мерца за то чтобы вот этих вот нелегалов выгонять из страны без всяких проволочек выселять их обратно в те страны откуда они прибыли или скажем так в терпящие страны с которыми есть экономические торговые договора и договор по перемещению вот этих вот бежен якобы беженцев не имеющих права оставаться в германии вот этот вот два человека вот эти вот канцлер и фридрих мерц они упираются в большинство негативных голосов негативных вот этих вот излияний со стороны правительства со стороны со стороны коалиции как у нас называется светофор почему светофор потому что три цвета красный это социал-демократы желтый это у нас на свободные демократы партия фдп и зеленый естественно вот эти вот министр экономики хаббик и вся его компания поэтому светофор вот и вот этот вот вот эта вот коалиция светофорная упирается в то что если использовать букву закона и слова вот это условия этого сорок восьмого параграфа закона о миграции в стране мы нарушаем права человека то есть мы нарушаем как бы частную сферу человека допустим если он не хочет чтобы о нем что-то знали мы не имеем права впихиваться в его частную жизнь извините и пока пока вот это вот коалиция упирается руками и ногами и рогами вот в эти вот якобы на нарушаемые права человека основная масса правительства основная масса бундестага и компетентных органов отвечающих за вот это вот скажем так неконтролируемую волну миграции ничего не могут сделать и это связано еще с тем что допустим есть очень много гуманитарных организаций которые ратуют за то чтобы в германию приезжало как можно больше беженцев из африканских стран в частности из сенегала из сомали из эритреи из эфиопии из других стран и эти люди которые едут плывут вернее на лодках через средиземное море они до прошлого года попадали на итальянский остров лампедуза было несколько конечно очень печальных трагичных случаев о том что когда сообщалось в новостях что очень много людей утонуло захлебнулись потому что во первых несколько суток они на этих лодках переполненные лодки с людьми там никаких условий кто стоит кто сидит по несколько суток попробую выдержи вот этот вот путь через море многие люди умирали многие тонули эти организации их спасают и вот организации апеллируют к правительствам с просьбой с требованием о том что нужно проявлять гуманитарные чувства к этим людям потому что они бегут не от хорошей жизни из этой африки я не спорю я не спорю рыба ищет где глубже человек где лучше но благодаря то попасть через испанию на территорию ес где этих людей содержат действительно ну скажем так в нечеловеческих условиях и складывая все вот эти вот пункты в одну кучу понимаешь почему вот это вот коалиция все вот эти вот гуманитарные организации против того чтобы выдворяли допустим уже приехавших сюда в германию людей обратно или туда откуда они приехали или выдворяли в какие-то другие страны например как вот англия уже начала кстати делать вот это вот выгонять людей в руанду выгонять людей в руанду потому что руанда подписала с ними договор руанда получает от англии в первую очередь деньги подъемные деньги скажем так и они согласились принимать вот этих вот граждан беженцев которым отказано в убежище отказано в выдаче права на убежище в англии вот а здесь у нас в германии есть с прошлого года существует еще один момент который не нравится современному правительству это момент вернее как скажем так это пункт относящийся к нелегальной миграции вот этой вот волне неконтролируемой миграции что это за пункт с прошлого года с начала осени немецкая полиция на территории на границе с Чехией стала контролировать выборочно очень многие машины вот транспортеры маленькие тут бусики типа маршрутки и так далее на наличие мигрантов за последние полгода силами полиции было выявлено свыше 15 тысяч нелегальных мигрантов пытающихся при помощи вот этих вот как они называются по немецки шлейзеры вот эти вот не сутенеры нет а вот эти вот перекупщики перевозчики при помощи вот этих вот перевозчиков попасть на территорию германии потом они приезжают сюда они их распределяют по вот этим вот лагерям все таки распределяют потому что раз он попал значит он попал до выяснения окончательного выяснения его данных кто он такой откуда это длится может длиться до полугода если не до года и естественно эти люди этим пользуются живя здесь хоть как-то отдыхая от того что они все таки смогли перекинуться через границу и вот благодаря работе полиции за последние полгода было предотвращено свыше 15 тысяч нелегальных попыток попасть на территорию германии со стороны вот этих вот граждан мечтающих просто так попасть на халявный социал вот есть есть же также среди политиков очень многие люди которые выступают против этой миграции очень многие выступают против миграции та же самая партия АФД теперь вот сейчас мы плавненько переходим от вопроса почему вроде бы существует миграционный закон существует запрет на вот это вот предоставление политического убежища людям которые приехали сюда нелегально и почему это не не работает потому что согласно разным гуманитарным организациям и некоторым политикам из правящей коалиции упирается все в то что мол типа нарушается частная сфера людей неважно беженец он или не беженец и нельзя таких людей типа обижать и т.д. и т.д. и т.д. и вот партия афд вот мы переходим как раз плавненько к этой партии многие утверждают особенно русскоязычные немцы не русские русскоязычные немцы живущие здесь в германии утверждают что это единственная партия которая думает за народ которая заботится интересами народа со со своей стороны как человек имеющий непосредственное отношение к политике и к вот этой свободной журналистике я могу вам сказать следующее это партия популистов будем называть это мягко чтобы не дай бог кто-то там не рыпнулся против меня и так далее будем называть это мягко партия популистов что это такое в этой партии сидят отнюдь не глупые люди там у них и менеджеры между прочим очень хорошие и очень умные грамотно подходят к рассмотрению различных вопросов к рассмотрению решений к этим вопросам и предоставлению этих допустим решений или вопросов или в бундестаге или на каких-то там допустим демонстрациях с людьми касательно предвыборных кампаний допустим как как эта партия работает вот они говорят значит что наш народ возмущает наш народ возмущает неконтролируемая волна нелегальной миграции давайте мы пообещаем нашему народу что как только мы придем к власти в стране мы мгновенно закроем эту неконтролируемую миграцию и выдворим всех вот этих вот нелегалов особенно тех у которых нет соответствующих бумаг в освояси в другие страны и вот они это говорят народ думает блин посмотрите единственная партия которая действительно заботится о нас следующий пункт эти опять таки это партия популистов говорит вот у нас в стране даже несмотря на то что многие люди приехавшие сюда сколько-то лет назад получили гражданство мы будем заниматься ремиграцией что такое ремиграция это выдворение людей сегодня уже имеющих гражданство страны в другие страны или в те страны откуда они приехали или опять таки в третьи страны то есть если действительно верить в то что эта партия обещает страну после выборов в бундестаг в следующем году если действительно АФД выиграет ожидает сильнейший сильнейший ремиграционный кризис это примерно 35 миллионов человек которых эта партия собирается выдворить из страны и когда я одного из товарищей русскоязычных немцев спросил послушай ты вот голосуешь за вот эту партию постоянно уже голосуешь за них ты считаешь что они классные и так далее я не боишься того что они тебя вышвырнут обратно в твое поволжье он говорит нас это не коснется потому что в этой партии очень много наших сидят и они тоже они знают что обещает вот эта партия нас это не коснется я говорю ты в этом уверен сто процентов понимаете это партия популистов они действительно обещают то что вы хотите слышать я разговаривал также с одним экономистом и вот он мне сказал понимаешь говорит у них нет цели прийти к тотальным выборам в бундестаге у них нет такой цели у них есть цель зарабатывать деньги при помощи какой-то своей политической демагогии то есть шанс вероятность того что глава вот этой партии Элис Вайдель придет к власти и станет бундесканцлером сводится практически к нулю вероятность того что эта партия выиграет хотя бы половину голосов в следующем году на выборах бундестаг сводится скажем так к 30 процентам почему так потому что в первую очередь за эту партию голосуют сегодня все бывшие пять земель когда-то когда-то бывшие вот это вот ГДР почему они голосуют за ней ну потому что они привыкли жить при диктатуре они устали жить и многие устали сидеть на социале кто-то хочет работать а получается так что допустим вот вам к примеру человек допустим из Турции живущий здесь он согласился работать где-то за 10 евро в час это на сегодняшний день это катастрофически мало 10 евро в час это мало и вот он согласился а немец не согласился немец сидит дальше на социале и поэтому эти люди вот которые допустим это просто один один из сотен тысяч примеров поэтому вот эти люди рады будут тому если к примеру АФД придет к власти и как они обещают сейчас вот на своих всех предвыборных компаниях осуществит свои вот эти вот предвыборные обещания в реальную жизнь вернее воплотит свои вот эти обещания в реальную жизнь но этого не будет этого не будет это говорят все политологи это говорят экономисты это тот экономист с которым я разговаривал он сказал что ты знаешь максимум на что может рассчитывать эта партия АФД максимум это 25 процентов голосов на выборах в Бундестаг но они не учитывают одного маленького момента Сара Вагенкнехт когда она ушла от левых она создала свою вот эту вот организацию союз Сара Вагенкнехт и эта организация сейчас вот уже поднимается выше и выше правда не такими семимильными шагами как допустим не знаю как при советском союзе компартия да но тем не менее она на следующий год может создать серьезную конкуренцию тому же АФД но Сара Вагенкнехт она упирает на то что неконтролируемая миграция обязана быть остановлена волна этих мигрантов обязана истончиться скажите ну она же говорит то же самое что говорят вот эти вот АФД да она говорит то же самое что говорят все политики она говорит то же самое что говорит Олаф Шольц то же самое что говорит Фридрих Мерц так давайте мы сейчас с партией АФД мы закончили это я так вкратце я не хочу касаться партии популистов на полном серьезе потому что они не заслуживают ни моего доверия ни моего внимания ни моего интереса я просто знаю кто это такие поэтому я вам вкратце попытался вот так вот в двух словах сказать кто это такие и вот возвращаясь обратно к этому миграционному вопросу Саре Вагенкнехт к правительству если бы у нас кстати некоторые политики некоторые политики говорят если бы наше правительство немецкое правительство так что у нас тут отвали нафиг я хочу проехать если бы немецкое правительство не выбрасывало миллиарды евро на Украину заранее зная что никакому положительному результату вот это вот вбашливание денег в Украину не принесет то есть они уже сейчас говорят открыто о том что это проигрышный вариант украинская война надо смотреть пересматривать все вот эти вот условия надо заставлять Украину садиться за стол переговоров с Россией а там как время покажет то есть получается что если сейчас военный конфликт война вот это вот затихнет они будут заставят Украину пойти на уступки с Россией заставят согласиться на аннексию вот этих вот земель которые Россия отхапала и потом они будут вооружать Украину для следующей войны то есть это очень долгий и затяжной конфликт как Палестина и Израиль вот поэтому многие политики говорят что если бы наше правительство не вбухивало миллиарды евро в безуспешную вот эту вот войну на Украине а отправляло эти деньги для развития африканских стран тех же Сомали того же Сенегала то вот это вот неконтролируемая миграция вообще не существует этого названия не существовало бы вообще то есть люди имели бы возможность у себя в стране и работать и жить нормально так же ну к примеру как здесь в Германии потому что было бы были бы средства на развитие экономики и социальной жизни вот что говорят некоторые политики и причем это говорится уже сегодня открыто это говорится сегодня открыто а миграционный вопрос миграционный закон он существовал он существует и даже вот право на перемещение по территориям стран даже в конституции Германии записано то есть люди имеют полное право на место жительства в той стране которую они посчитают для себя более удобной вот вам еще один пункт в который может упираться вот этот миграционный вопрос если конечно человек приезжает со всеми документами если он действительно доказывает что он тот за кого он себя выдает у него нет никаких криминальных сзади него вот этих вот происшествий случаев он не наркодилер не наркоман и так далее то конечно да почему бы нет человек этот будет спокойно жить и работать и улучшать не только благосостояние страны но и набивать свою кубышку за счет того что он правильно и честно работает а вот эти вот нелегалы которые лишь бы посидеть где-нибудь на социале хапнуть тут хапнуть там нет я не спорю со временем вот сколько прошло месяцев с вот этих вот ужесточенных контролей на границе и так далее волна вот этих мигрантов немножечко стало меньше немножко стало меньше но тем не менее тем не менее все это стоит денег полиция стоит денег работа вот на границе стоит денег все упирается в средства и опять мы возвращаемся к тому вопросу который затрагивает некоторые политики в бундестаге если бы эти деньги выбрасываемые на русско-украинскую войну были перенаправлены на решение миграционного вопроса то сегодня у нас в германии было бы более-менее нормально нормальная обстановка не такая криминальная высококриминальная какая существует сегодня вот такие вот дела не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий и пожалуйста относитесь друг к другу более уважительно вежливо корректно культурно потому что все комментарии не соответствующие правилам канала отправляются в спам ну и некоторые комментаторы тоже отправляются в вечный бан вы же не хотите просто так прийти на канал и за какой-то левый коммент быть отправленными в бан в общем всем удачи пока